Времени полшестого. Последние полчаса в этом кабинете. Даже немножко грустно, если честно. Просто оставлю это на память. Это одновременно, наверное, один из самых счастливых дней в моей жизни. И в то же время немножко грустно. Но я думаю, что это всем чувство знакомое. Это как, знаете, когда много лет живёшь в какой-то одной квартире, в одном доме, и потом переезжаешь. Всё равно какая-то ностальгия остаётся. Хоть ты и рад этому событию, но всё равно грустно прощаться с местом. Вот. Я здесь работала, вот как универ закончила 8 лет назад. Больше я нигде не работала. Ни в каких других коллективах, в других местах. Всё здесь. Господи, какое себе небо. Настоящее осеннее. Ты рукачишь? Тут новую сурочку. Упс. Всё, куда пойдём? Вагонет. Вагонет, вот шапку-то подтяни. Ну, пошли. У нас в магнита поставили вагончик с едой. И строят ещё один какой-то торговый центр. Годка сегодня вообще класс. Такой свежачок. Как я здесь давно не была, ребята. Просто вообще. Круто. Я так рада прям. У меня через 4 дня, даже через 3 уже, можно сказать, день рождения, я себе сделала на этот день главный подарок. Я увольняюсь. Вчера я последний день отработала. С сегодняшнего дня я в отпуске. И через пару дней иду писать заявление на увольнение, чтобы не выходя из отпуска сразу уволиться. Мама, вызывай меня. Вот так вот. Вызываю тебя. Иди садись. Хорошо. Вот. И сегодня первый день у меня, когда я дома. У меня болит горло. И это, кстати, правда. Через 6, наверное, через 5 дней нам ехать. Отдыхать в Турцию. Но мы все заболели. Мелкая заболела. У меня температура была. Аня засопливилась сегодня. И у меня вчера заболело горло. И насмерть тоже появляется. Короче, вот так вот. Нам надо срочно лечиться. Вот ко мне пришел доктор. У нас Анютка в этом году и в следующем будет учиться во вторую школу. Ой, во вторую смену. Так что мы с утра выспались, сделали уроки. Вот вышли погулять. Потом немножко отдохнем и пойдем в школу. Теперь будем спинку слушать. Хорошо. Ой, вообще, я просто, девочки, кайфую. Знаете, на самом деле у меня уже не первый раз такое, что я ухожу в отпуск и сразу начинаю болеть. Видимо, организм настолько истощен. И последние недели, последние дни работают просто на износ. Потому что у нас реально было на работе просто вообще завалище. Я домой таскала каждый день. Вот. И, видимо, расслабляешься как-то морально, что ли. И все. И сразу организм дает сбой. Начинает болеть. Мы полетим на море. Если вы поправитесь. Да. Если я. Через пять дней. А на школу пропустят, да? Ну, я буду там делать и классную работу, и домашнюю. Мама, сказал-ка, что мы не вернемся только не в выходной, а в рабочий день. Почему? Если бы мы вернулись в выходной, то тогда бы я могла в выходные сделать уроки. Не все. Вообще. За всю неделю? Ага. Просто у нас пошел снег. К слову, буквально неделю-полторы назад у нас еще была зара. Мы накупались. Подходим к школе. Сделали в этом году за лето площадку у школы. Прорезиненная. Метка. Аня всю дорогу идет, возмещается. Почему она учится во вторую смену, а не в первую? Неохота, да, Аня? Ребенок в школе. Я сижу, пью чай. Купила вот такие вот. Не чипсы, а отры. И, не знаю, что-то увидела. От пятерочки решила попробовать. Интересно стало зрения на вкус. И купила себе сникерс. Сижу, смотрю. Ютуб. Блин, что-то какая-то ерунда, если честно. Реально просто жуешь в отрубе. С каким-то привкусом, непонятным. И они немножко горчат. Не буду больше их брать. Очень чистая чистая льва. Все, наверное, дома сидят. На вечеринке. Дождик на улице идет. Я нашла с мамой доктору. К доктору. Я вижу в машине. Доктор, да, семейные очень долго. Я не знаю, что там конфеты там, блин, выбирает. Собственно, я не знаю. Да, им там дают ли один сыпать, ли. Не знаю. Ой. Ну, если вам не смешно было, зато мне и смешно. Опа. И дверь открывается. О, как смешно. Ну так, стучку открываешь, так? Можно открыть дверь. А вот так стучку закрываешь, и открываешь. Вот так открываешься. Ну, мы не будем что-нибудь лучше. Мы не малявки. Ну ладно, давайте покачим. Не знаю, зачем Аня сняла эти видео. Короче, мы вчера ездили на прием ко врачу, потому что у Яны появились новые симптомы. Просто она проснулась утром, а у нее обсыпало руки вокруг рта и во рту все. Такими красными прыщиками. И мы пошли ко врачу на прием. Нам дополнительные там лекарства выписали. Мазюковку. В общем, все нормально. Лечимся на врач. Сказала, что все должно быть нормально. Мы приедем на море, сразу в море прыгать, чтобы все долечить, подлечить наши носы, все эти болячки морской водичкой. И сейчас я, знаете, куда иду? На работу. Писать заявление на увольнение. Быстренько сбегаю. Буду Аню в школу собирать. А сегодня еще вечером идем с девчонками с работы отмечать мои день рождения, которые завтра у меня. Мне интересно, кстати, кто-нибудь из подписчиков из моих знает, сколько мне лет исполнится. Или, может быть, кто-то угадает. Знакомые не пишите, если что, кто в курсе. Ну что, все. Дело сделано. Заявление написано. Сейчас отправлю Яну на дачу и пойду сама сдавать мазок ПЦР на ковид перед вылетом. И сразу после этого поеду к девчонкам. Мы выбирали подарок тебе. Хотели, чтобы ты помнила о нас. Чтобы этот подарок был в Нагуре. Но в нашем Кунгуре ничего найти. Нам понравилась единственная вещь. Я думаю, что она будет тебя согревать. Вы можете с тобой. Да. Вы там выбираете. Красивый такой букет. Вот такое вот сегодня утро. Цветочное. С днем рождения, мамочка. Нет тебя добрей. Не болей, пожалуйста. Дольше не старей. Ты улыбкой радостной каждый день встречай. Понапрасно, милая, не переживай. Знаю, всегда надеяться можешь ты на дочь. Рядом я всегда с тобой и могу помочь. Я не мамочка, я тебя люблю. И улыбку нежную я тебе дарю. Исполнится счастье в дом идет. Мамочка, ты солнышко. Сияй круглый год. Днем рождения, днем рождения, днем рождения, днем рождения. Чё, чё? Известно, чё? Помогай лучше мне. Не люблю собирать землю никуда. Не есть, не собирай. Руки мёрзнут, ноги мёрзнут, от земли никуда всё и прёт и прёт. Барсик! Где ты был? Где ты был, Барсик? Спотник. Короче говоря, если вы человек такой современный, всеми этими яндексовскими штуками... Хватит, скажи, смотреться. Телефон у меня гладит. Рыжик, рыжик. Так, ребята, это уже следующий день. Вчера вечер был очень активный. К мне приходили гости. Поздравляю с днем рождения. В общем, сегодня у меня последний день перед отъездом. Сейчас я буду готовить кушать обед. И пойду дальше собирать чемоданы. Буду готовить бестроганом говядину. Чуть-чуть томатного кетчупа. Мука, сметана, соевый соус, лук. И вот такой вот чесночок сушёный у меня. Молотый. На зоне заказывала. Очень прикольно, удобно. Когда надо быстро приготовить. У меня есть и лук. Такой же, только больше упаковка. И чесночок. Вот когда что-то на скорую руку надо приготовить. Некогда резать, заморачиваться. Очень удобно. Вот здесь у меня картошечка варится. Пюре я буду делать. И сейчас буду хорошенько раскалять сковородку. И поджаривать лучок с маслом. В перемешку сливочное и подсолнечное. Я, кстати, этот рецепт посмотрела в интернете. Готовлю по нему первый раз. Посмотрим, что из этого выйдет у меня. Так, лучок берём. Надо его поджарить до полупрозрачности. Я, правда, нарезала красный лук. Ей надо белый. Но у меня оставалась половинка красного лука. Я салат делала вчера. Ещё вторую половинку луковицы как раз пожарить. Пока жарится лук, давайте расскажу вам историю нашей поездки. В общем, это просто, можно сказать, вымученная поездка на море. Мы купили путёвку с мужем два года назад. В ноябре 2019 года. Ещё до коронавируса я хотела съездить на море перед тем, как Аня пойдёт в первый класс. И перед тем, как я как раз в августе должна была выходить на работу после второго декрета. Думала, всё, съездим, отдохнём с новыми силами. Аня пойдёт в школу, я на работу. Ну и в итоге коронавирус. Границы закрыли. Короче, нам пришлось перенести путёвку, чтобы не потерять деньги. Туроператор тогда заблокировал возврат денежных средств. То есть временно приостановил. Ну, это естественно, чтобы не обанкротиться. Если все начнут возвращать свои деньги, то туроператор мог бы просто обанкротиться. Поэтому они временно заморозили возврат денежных средств. Только меняли их на ваучеры, которые можно было потратить на какую-то другую поездку. Короче, мы поменяли на сентябрь 2020, по-моему. Короче, я уже сбилась со счёта. Мы три раза меняли путёвки. Один раз мы поменяли так, чтобы муж смог поехать с нами. В итоге его не отпустили в отпуск, как положено. У них там поменялась система расчёта отпусков. И он не смог пойти в сентябре в отпуск. Поэтому мы поменяли путёвку. Хотели в апреле 2021 ехать уже с моей мамой и с детьми. Но границы снова закрыли в апреле месяце. Май тоже всё закрыто было. И только вот в июне открыли. Короче, в апреле мы опять в мой отпуск никуда не уехали. В итоге перенесли вот на сентябрь 2021 года. Почти ровно два года наши деньги были у туроператора. И вот только спустя два года мы наконец-то сможем их реализовать, съездить, отдохнуть. Но я и этому очень рада, если честно. Кстати, мне сегодня пришёл результат теста этого мазка ПЦР. Он отрицательный, слава богу. Но я, если честно, даже не переживала, что он будет отрицательный. Я больше боялась, что он не придёт, потому что мне сказали, что результаты придут через два дня. То есть я, как положено, в пятницу, не ранее, чем за трое суток, надо сдавать мазок. Я, получается, за трое суток, мы в тенденеку летаем, я в пятницу сдаю мазок. И мне говорят, что результат придёт в понедельник ориентировочно. Мы, говорит, работаем с 7.30 до 17.00. Я думала, класс, а мне в 10.00 утра вылетать. В общем, я немножко переживала, что мне не успеет прийти результат теста. Ну, вроде как, у нас в аэропорту даже делают экспресс-тест. Ну, короче, всё было в таком подвешенном состоянии. Но вот сегодня с утра воскресенье мне уже пришёл отрицательный результат. Так что я сегодня со спокойной душой, с чистой совестью могу начинать собирать чемоданы. Я тут пока болтала. С вами уже получила мясо в сковородку. Мне что-нибудь вот поджарится. Его надо хорошенько обжарить. Прямо поджарить, чтобы он не плавал в своём вот этом соке, в соусе. Добавляю муку. Не знаю, я всё на глазки не наделаю, как обычно. Муку с мясом. Перемешала. И добавляю соевый соус. После муки, кстати, я где-то пару минут обжарила мясо. У меня просто я сейчас горжусь, сейчас лета в мясо и в луке. Сейчас я на этом этапе добавлю немножечко тушёного чеснечка. Всем чуть-чуть. Ну и слетанка. Я всё перемешала. Посолила совсем чуть-чуть, поперщила. И, если честно, решила добавить ещё немножечко воды, потому что густовато получается. И в рецепте указано, что как только соус закипает, сразу выключать нужно. Но я решила закрыть крышечкой и немножечко ещё потушить, чтобы мясо дало сок, чтобы было более жиденький. Я тут подлевчу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот такой вот у нас веселенький желтый чемоданчик Размером больше чем Аня